Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Ровно четверть я замерил, растет мурава, ну спарыш называют ее. Как приятно пройти по ней, нет? Состригли, он даже прав. Все, высохла, пустынет. И вот жужжат. Я однажды видел 10 человек рядом с жужжалками стоят. А вокруг дороги, ну там бомжей разных нанимают. Она не нужна, она ломается. Вот поехали, Надежда Васильевна там свое это тоже такое. Она в машину-то не влазит, ее на машине везли. И вот жужжат. Накосить сено нельзя. Горючие дай. Вот как-то маленько прикиньте, нужно ли это. И кто этот изобретатель? Будьте неладен. Что такое забывение? Есть такая молитва, Богородица, в утренних молитвах. Уныние, забвение, неразумие, нерадение. У меня знакомый человек, я работал эти дни много, и прям ноги аж дрожат. Вот я говорю, мне трудно туда лезть, и на голубя отнес. Он слез там. Он приходит и говорит, там мошкары. А мошкара что, все там есть, закрыта, тишина. Я подумал сейчас, я говорю, а ты открой дверь. Ну, мошкара-то, жара будет, они и вылетят туда. Гонять нельзя, там голуби сидят на этих. Спрашиваю, закрыл? Нет. Вечером закрою, вечером забыл. Сегодня прихожу, я лишился больше 12 голубей сразу. Они не знали, куда лететь. Видимо, сова забралась. А кого дверь-то открыта? Внизу, которые были гнезда, все разбросанные, они сидели на яйцах. Один там с испугу, это, утонул даже. Другой там у трубы сидит, не знает, куда лететь. Забвение нехорошее качество. И вот теперь я подошел к главному. Завтра понедельник. Я не вижу. А где Игорь этот, барабаш? Нет его. Его нету? А я вроде видел его, не было его. Не было. Значит, по милости Божией, он дал машину, и Еремея нам привез, сын его, три машины. Вот там, с дровами вместе. Мы полностью обработали, ошкурили, девчата работали. А малыш Роман всех на четыре вот так вот сделал острыми. Мы закончили. Теперь надо вывезти. Я пришел, говорят, покос начался. Ну, правильно, покос. А вы не могли бы Игорь узнать, чтобы он Роману показал, где ей дали машину? Мы бы ее утром загрузили и вывезли туда. Нам ждать надо. Он мастер и машины, у него своя есть. Как? Можно поговорить? Второе. Нам нужен камень. На этой неделе, прошедшей, Игорь Барабаш меня свозил, где-то там взорвано, разобрано, разбросано. И с той стороны заехали, нашли такое место, где естественный камень, не кирпичи и красные. Но они с цементом слепленные. Их надо разодрать и погрузить. Я теоретически рассуждаю, как он должен быть. Но так-то можно положить камень, то, что нам нужно. Который весной бы там не размыло. Первый мостик мне это требует. У нас ни куны этого нету, ни машины нету. Как? Я скажу, как я вижу. Мне видится это так. Что нас утром туда отвозят. Я договорился с Романом, он нас туда отвозит. Мы возьмем небольшую палатку, чтобы спастись от жары. И начнем работать. Еще раз спрашивал, где клин, у кого железный. Когда-то у Игоря работали, там был у него такой. Не могли найти. Я всех спросил, ни у кого нет. И знаете, для близиру, говорится, нарочно. Обернулся, идет сестра Любовь. Где она? Вон она стоит. Я ее спрашиваю, у тебя клин не найдется? Посмотрю. Только пришли, она звонит, клин наш настоящий, цельный клин. Я Роману тут же сказал, Никита отвез, ручку ему припаять. Никого никогда не пренебрегать. Ты не знаешь, кто погодится, в какой момент. Клин у нас уже есть. Две кувалды. Это тяжелая. Кто бы завтра мог поехать с нами, даже на своей машине. Ну, взять, конечно, воды. В обед вернемся. Поработать. Если даже машины не будет, мы отдельно камни, которые оторвем, отдельно ложить в кучку. Деревенские. Мужики нужны крепкие. Две пары рукавиц с собой берите. Хотя бы до беда. Мы же делаем не для себя. Ясное дело, что наши там будут. От меня какой работник? Я поднимусь, чтобы на поясницу сел и не встану. Итак, братья, кто завтра сможет помочь нам? Ну, до беда там дальше будет видно. Камни эти раздирать, если кукуна этого не будет на подхвате, хотя бы рядом их складывать. Естественно, он такой, как бут. Ну, это не шкурить дерево. У нас девчонки шкурили. Тут нужен настоящий мужской ухват. Так, начну по порядку тогда. Игорь Валентинович, не смогу ты приехать к нам? До беда потрудиться. Не может. Этот на Покосе. Даже спрашивать не надо. Алеша строится с хозяевами. Ося строится. Там Андрей остался. Андрюша, сможешь до беда камни подрать? Бить? Клин держать или ломиком отворачивать? Тоже нет. Кто-то идет на помощь к нам. Слава тебе, Господи. Так. Ну, больше мужиков и не видно. Больше никого. Игорь не возьмешь. Он тут курхается. Витя, ты когда выезжаешь? Сегодня. Сегодня? А зря. Да, сегодня я понял, да? Да, да. Ну, ладно. Интересно, главное. На мобильный телефон, а у меня он сгорел, долагали. И на него какие-то пошли сообщения. Одно за другим. Но я боюсь, что будут высчитывать. Я записал. Вчера Витя пришел, я говорю, ты убери эти сообщения-то. Он убрал. И утром стою, у меня 200 рублей кто-то начислил. Не с меня, а мне. По сей день не знаю. Приезжаю, у меня 200-300 рублей. Когда я уезжаю, примерно 8 тысяч лежит. И все время. И за зиму примерно 8 тысяч, и за лето. Это больше, чем две пенсии мои. Ну, Бог уразумел меня. Я знаю, куда эти деньги девать. Еще никого больше нету? Остается Володя. Самый низенький мужичонка. Ну, и Никита. Хиленький. Больше никого нет, Витя? Заможешь помочь? Ну, надо решить один вопрос. Решай сейчас. Завтра мамонтов мы поедем. Поедем или не поедем, надо решить. А можно отложить хотя бы на день? Потому погода стоит нам. Нам камень нужен. Тогда я буду заказывать бульдозер, когда привезем камень. Сейчас на занятиях решим это делать. До занятий. Ну как? До занятий решим. Да. Вон, Леночка, объясняй. В час занятия в школе. В школе в час дня, да? Да, да. Ну, облепили собачкой. Подача какая интересная, красивая. Подземная собака. Ее бы как-то сделать подводной, чтобы она бобров половила нам. Подводная такса. Подводная такса. Все, ЛДПРчик. ЛДПР, облепили собака. ЛДПР, облепили собака. Продолжение следует...